МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Навина региона» у студии Кристина Каранкевич. Добрый день у этого выпуска «Глядите». Значный круг, как повысить приватность региона. У Краснополе открыта новая вытворчасть. Усё лепше селетнего фермерского урожаю. 13 господарок из разных районов в области целый месяц будут продавать в Могилеве свою продукцию. Это первый раз, в который я так нормально стреляю. Эмоции чемпионата света по летнему палеотлону в Могилеве. У Краснополе открыта новая вытворчасть. У райцентры запрацывал швийный цех. Инициатива его открытия возникла в межах указа президента об социально-экономическом развитии по дневному-сходному региону Могилевской области. Засновальниками нового предприемства выступили мясцовый жил Камгаз и открытое акционерное товариство «Магатекс». Новая вытворчасть с названием «КрасТекс» для Краснопольского района – другое промысловое предприемство. Тому его открытие без перебольшивания – соправдная подея. Тут праца уладковали тридесятки жахару района. Для их это перспективы особистые, для Краснопольщины в целом – значный крок, как повысить привабность региона. Есть первый заказ от довольно буйной трикотажной компании Беларуси. Працуют майстрицы у помешканни, якое належит мясовому жил Камгазу. И это его унесу к справу. У остатнем – працу новой вытворчасти забеспечило предприемство «Магатекс». Это и сучасное обсталявание, и технология, и научание швачек. Тем не менее, КрасТекс станет набытком Миновита района. Это самостоянная юридичная особа. Это не чужое для них. Никто пришел со стороны, что-то там посадил, и потом захочет, забрал это дерево и унес, или поставил вазочку. А это, в том числе, ответственность местной власти. Я думаю, в этом понимании и будет развитие. Наверное, эта кооперация промышленной предприятий и сполкома, где есть понимание, наверное, одной из главных задач успеха таких предприятий. Сярод 30-ти, кто отрымал працу, 24 швачки. У ближайшие месяцы плануется набрать еще до 10 швачек. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов, Новина Региона. Угэта выходные дни у Могилёве почне свою працу фермерский кирмаш. И он будет працевать что дня, тягом целого месяца. Инициатором выступила вядомая гандлёвая сетка с подрымкой Союза фермеров Могилёвской в области Аблова Конкама. Организаторы обецают, что на кирмаши буде усе лепшая селетнега фермерского уроджаю. Свою продукцию проставить 13 фермерских и садоводших господарок з розных районов Могилёвщины. У фермерской господарцы Иванова с угучной с прозвищами яез основальников теперь убирают бульбу. Бульба готовя дома далеко за межами агрогородка Сидоровича Могилёвского района, где фермеры працуют. Тут вырошивают новый немецкий гатунок под величной назвой Королева Ганна. На сегодняшний день где-то урожайность средняя получается на разных участках от 400 до 600 центнерозгитара. Гладкая, нет глазкового, очень довольно-таки удобно чистится, моется, торт моющийся, поэтому берут розничную пароводу. Этот год хороший для всего. И зерновые хорошие, и картофель, особенно картофель хороший. Ну и лук вы сами посмотрели, наверное, тоже неплохой. Хороший урожай, год хороший. Идея фермерского кермаша, який будет працавать месяц, витают и сельхозвытворцы, які хочут продать свою продукцию, и гораджане, які хочут ей набыть. Гандлёвая сетка пропоновала фермерам необходное обсталявание для заховывания и продажи их товаров у Могилёве, а яны будут разностайны, например, от пчаляру. Браты Сергей и Андрей Давыденки родом скрычевали, давно стали Могилёвскими предпринимальниками. Пчалярство – их хоби, для якого браты набыли будынок былого фапа у вёсцы Вендераш. Их подтримливая батька Виктор. Божь за сотню пчалинных семей и целком навыковая организация до того, что пчалинная матка у кожным вулли пронумерована. И зауважьте, что працуют браты Давыденки с дымаром, але усюж голыми руками. Говорят, что в вынику селекции отбирают незлосных пчёл. Вот нашли мы нашу маточку. Вот она. С номерком. Белый номерок. Он аккуратно приклеен к грудке. Конечно, хотелось бы отметить то, что мёд – это не лекарство. Мёд – это всё-таки его нужно употреблять каждый день в качестве, условно, профилактики. То есть ложечку мёда каждый день. И это и полезно, и вкусно. То есть это очень хорошее дело. Фермерский кермаш открылся в областном центре на улице Гагарина. Каля Буйного хандлёвага центра. Илона Иванова, Юра Власоу, Новина Региона. Урочисто клянусь, это слово прагучали от 16 новых супрацовников управления Следующего комитета по Могилёвской области. На мемориальном комплексе Буйницкая поля они просягнули на верность Республице Беларусь и беларускому народу. Напереде у их нелёгкие годы службы в литеральном сенсии днём и ночью. Работа с потерпелами от злочинства у тымя, кто здесь не у этой злочинствы. Люди у погонных упевнены, что брали профессию следчего усвядомлены и разумеют, який груз отказности на их ляжить. В первую очередь это ответственность, поскольку именно от работы следователя зависит судьба человека. В первую очередь мы должны защитить законные права граждан, если их нарушили какими-либо преступными деяниями или чем-либо ещё. Ну и ещё, наверное, это точность в нашей работе, поскольку именно от точности, от выверенности нашей работы при передаче тех же самых дел в суд зависит многое в решении, принятом по данному делу. У Могилёве идёт набор слухачёв у АйТи-лабораторию. Гэтый сумесный проект Могилёвского агентства регионального развития и Белорусско-Российского университета поспехово реализуется другий год. Основная задача лаборатории – саденничать развитие у регионе информационных технологий. Лаборатория обещает допомогать тем, кто хотел бы набыть веды у новой сферы и поспробовать себе у новой якости. Так, и в минулом научальном годе пять выпускников лаборатории отримали сертификат агентства развития, який дает право на распроцовку бизнес-модели у сферы информационных технологий. А так само сопроводжение ее на протягу трех год реализации. Чемпионат света по летнему полиатлону пройшу в Могилёве. Это спа-боргинство, яке объеднувать некольки видов шмат-борья. Найбольш популярный вид спорта у России и делегация с этой краины склала большую частку дельников. Усяго на першинство света проехали простонники амаль 10 краин, навыц Индии и Намибии. Летний полиатлон – это пять видов легкой атлетика, силовая гимнастыка, плавание, стрельба и кидание снарадов. И хотя гэтый вид спорту не олимпийский, у свете полиатлоном активно займаются некольки сот тысяч человек. Это первый раз, в который я так нормально стрелял. Потому что я очень сильно тренируюсь, вот это два месяца надо. Так что я рада, что такой результат сегодня. Пенни одина, кто представляла Намибию на чемпионате свету. Основной часткой дельников были россияне. Миновитояны перемогали на большинстве дистанций. Со 180 дельников чемпионата свету 24 представляли Беларусь. Андрей Шуляк, Александр Тарасов. Новины региона. Першинство Беларуси по мотоболу у Бобруйску. В другом этапе юнацких споборництва убрали удел команды из Минска, Оршина, Ваполоску и господары першинства. С первого дня на турниры вызначился лидер. Столичный юниорьяны стали переможцами Бобруйского этапа. У четырех сустречек меньшане троечки перемогли соперников. Другое и третье место поделили команды со столичной дитячей юнацкой школы и Оршанский Днепр. Клубы набрали однольковую колькость очков. Усё выращила розница мячоу. Лепш выглядали мяча, а недалее у турнирной сетцы разместились команды с Новополоску и Бобруйску. После этого этапа у споборництвах возначалась четверка моцнейших мотобольных команд Беларуси. В финале они разыграют кубок и медалей першинства Беларуси. Это нью-йоркские команды, и как бы они есть команды и молодые, и кто-то, как всегда, бывает выигравший и проигравший. Поэтому, зная о том, что Бобруйская команда, она совсем молодая, самое главное, что они участвуют. Есть, конечно, свои трудности. Это техника, она бывает и ломается. Но молодёжь хочет и в этом направлении работают. У каждого детства есть творческий потенциал. Треба только допомогить раскрытие. Доброчинный фонд допомоги детям с ДЦП и нейроортопедичными захворываниями АДЛИ. Владець фотоконкурс. Поделись и теплом. Удельниками проекту могут быть семьи, которые выховывают детей-инвалидов, люди с обмежеванными махчимостями, детячие домоинтернаты, фонды и громадские организации. Фотографии на любые сюжеты и тематику, которые отвечают назве, поделись и теплом. Примаются до 15-го Кастричника 2017 года. Конкурс, зрозумело, с призами, голову из которых поездка в Центр реабилітации адаптивной физкультуры. И голову, а до чего мкнуться организаторы, притягнуть детей с обмежеванными махчимостями до творчости. Усі новини в області на нашим сайті товармагилев.байно. Я з вами развітвуюся. До встречи в вечернем выпуску. Редактор субтитров А.Семкин